здравствуйте друзья доброе утро у нас сегодня тема ужесточение значит правил при смене визы сша это называется adjustment of status вот когда делают adjustment например приехал человек по турвизе бах и решил поучиться английскому языку и значит подал на изменение визового статуса на студенческий да то есть туристического на студенческий но хорошо раньше было правило такое которое говорил если человек обратился за сменой статуса в течение 30 дней то мы рассматриваем его как человека обманувшего при получении визы и соответственно он теперь должен нам доказать что это было не так то есть презумпция что он обманул что не симпатично то есть мы должны доказывать это не значит что вам как бы обязательно откажут но но вы должны объяснить вот приехал через две недели бах подал там жениться хочет на гражданке сша и вот как так он может объяснить был вас вегасе давно выпил она выпила там а утром уже но как порядочный человек я должен был жениться а я и не знал что она гражданка сша так чисто вот китайская девушка оказалась гражданка естественно утрирует но вы можете объяснить между 30 и 60 днями это было на усмотрение вот этого консульского работника который смотрит вот виза там менять не менять как чего после 60 дней человек чист его никто ни в чем не подозревает то есть до 30 дней его обязаны подозревать между 30 и 60 на усмотрение после 60 он чист сейчас ввели новые правила которые просто так 90 дней если и вот это называют ужесточение вот произошло ужесточение если человек въехал в страну и в 90 дней сделал что-то что не соответствует его визовому статусу он обратился за сменой в данном случае не что-то не то что украл но именно обратился за сменой своего визового статуса то это рассматривается как как бы изначальный обман то есть он скрыл свое истинное намерение да зачем-то зачем люди скрывают истинные намерения например он хотел жениться у него есть девушка все дела но если идти тем путем которым положено то есть он должен был бы там на визу жениха там или невеста ну там зависимости от пола подать на вот эту самую визу и некоторое время надо ждать ну это правда если он приехал по гостевой визе по туристической тогда он въехал они подали подали на adjustment of status он никуда не выезжает там скоро у него появляется разрешение на работу там и поехал поэтому вот как говорила светлана каф в последней трансляции когда мы с ней но это вопрос обсуждали она год если человек может получить просто обычную визу ему не нужно заморачиваться с визой невесты потому что виза невесты это если уже там ну на крайний случай но раньше было как значит раньше ты приехал и если ты на вид на смену подал там ну через 40 дней тут и в порядке в общем а сейчас надо ждать 90 это трагедия друзья это большая трагедия о чем мы говорим я не знаю ну то есть что там за ужесточение но во всяком случае говорят 90 дней меня лично вот например это больше всего интересует как как скажется на тех людей которые например там хотят иммигрировать на политическое убежище подают например хотя собственный брак с гражданином сша это тоже иммиграционный такой процесс но все-таки когда человек подает на политическое убежище он не обращается за сменой статуса и сегодня среда в понедельник у нас был прямой эфир со светланы кафе миграционного пока там и сан-франциско и первый вопрос который я и задал был как раз вопрос про это правило 3060 потому что но вот каждый день люди шлют какие-то ссылки и год прочтите тут прочителю за вот вот тут уже да и я вот начал с этого вопроса поэтому то что вам рассказывают как бы значительной степени пересказ того что было сказано уже 12 тысяч человек посмотрели кстати за эти два дня значит вот этот разговор и он с этого начинается значит если вот человек обращается за политическим убежищем и у него есть намерение обратиться за политическим убежищем то зная как бы этот процесс иммиграционные адвокаты говорили ну не надо прям вот так через неделю подавать вот давай вот подашь там ну вот через месяц через 40 дней так все это происходило но в какой момент это проявляется когда вы в процессе подачи на политическое убежище в тот момент когда будет adjustment of status когда когда вам дадут политическое убежище будут рассматривать нет ли за вами чего такого и вот иммиграционный как бы офицер там да вот он смотрит и он видит ой смотри-ка но еще раз вы не обращаетесь за сменой статуса это совершенно другой процесс поэтому если человек ну какой-то безумно консервативный и всего боится и думает мало ли что значит если вы приехали чтобы подать на политику значит подождите 90 дней если вы не такой консервативный и как бы от каждого куста не шарахаетесь значит вы там подадите через полтора месяца в этом вся разница значит но еще раз обращение за политическим убежищем это не то же самое что поменять визовый статус с гостевой там допустим на учебную ли там с гостевой там на брак с гражданином сша и тогда это совершенно другой процесс если человек просто хочет приехать в сша ну вот просто хочет приехать в сша там погулять там ему дают 6 месяцев его штампах на 6 месяцев гуляй вот он абсолютно безопасности он не должен рассуждать на темы о ужесточении какого-то там статус это абсолютно к нему это никак не относится если человек хочет приехать в сша для того чтобы ну допустим у него вот такая виза а на самом деле он хочет что-то сделать ну например там вступить брак например или начать работать но имеется ввиду работать не то что он там нелегально кирпичи таскал на стройке не имеется ввиду легально он он хочет официально поменять статус на какой-то который дает ему право на работу вот он я не знаю там скажем на h1b там до подали на него заявку а он только въехал страну вот через две недели на него подают на h1b это как поэтому вот вот эти люди у них как бы есть некоторый напряг то есть те кто пользуются обычные визы для того чтобы потом перескочить то есть в некотором смысле они но обманывают да они ну правда да но они пользуются вот этой визы для того чтобы решить совершенно другие дела и вот именно с этим идет борьба то есть если вы не хотите не никак нарушать обманывать косить жульничать прикидываться там и так далее значит ну да вот может быть этим людям неприятность какая-то этого дела но это это же ну что один процент полпроцента я не знаю это это же крайний крайне малый процент людей которые реально въезжают страну там скажем по туристической визе и это не включает тех кто хочет подать на политическую бирже это 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 другая статья поэтому я бы сказал так наплевать и забыть вот вот все эти ужесточения я смотрю там как называются эти материалы ужесточение и вот знаете что когда-то много лет назад у нас был такой режим оплаты за портнов компьютер скул когда человек курс стоил 4000 но человек 2000 платил вперед а еще 2000 он должен был заплатить в течение первого года после устройства на работу вот у него был нашел работу вышел там должен течение течение года расплатить по 160 долларов в месяц там по 170 и мы обнаружили что мы собрали на себя всех тех кто хотел изначально планировал обман планировал что на работу найдет а дальше он как-то скроется за кассе там еще что то что было условие что он должен эту работу найти в течение шести месяцев после окончания они куда-то пропадали исчезали то есть они воды года и мы смотрим что-то мы четверть собираем только четверть тех денег которые мы заработали задним числом которые деньги шли и мы сказали нет так не годится ну то есть фактически мы провоцируем людей на обман и так мало того то есть мало то что они тебя обманут так они же тебя и ненавидят при этом они же не могут себе простить что они жулики они они знают и они начинают тебя ненавидеть они все это объяснять себе внутренне что почему такую сволочь там значит не грешно и кинуть нам и тогда и вот мы сказали значит так не будет мы берем все деньги вперед а вот если он за шесть месяцев работу не нашел мы ему вернем половину было было время такой мы сейчас так не делаем на было время такое и было несколько случаев там пять или шесть действительно но но дальше он должен доказывать что он искал работу что он мог сидеть ничего не делать эти были люди которые полгода проходят он пока учится туда-сюда кончились полгода он идет за неделю находит работу и он считает что он никому ничего не должен как же 6 месяцев прошло а вот эти шесть месяцев еще в школу ходил там повторял с другими классами ну то есть абсолютная как это аномалия происходило и мы скажем все больше так не делаем деньги вперед я зашел в русский магазин и владелец магазина он меня знал лично и он говорит о михаил там как дела говорят вы удвоили стоимость обучения и как значит люди которые имели в виду кинуть для них мы удвоили стоимость обучения потому что сейчас реально если ты хочешь к нам прийти ты должен должен больше заплатить по сравнению с тем как он думал что он половину а потом никогда платить не будет так вот я к чему говорю вот это вот аналогия у меня в голове вот с этим ужесточение или там цена выросла вдвое нет абсолютно нет то есть есть какая-то категория людей которая рассматривается как нежелательная и вот эта категория людей пострадает но во первых она немногочисленная во вторых но есть правило в конце концов ну чё нарушать не обязательно нарушать это же не то что вот если есть правило то первая мысль как нарушить хотя мы понимаем что есть такая ментальность и все такое поэтому да интересно я тогда знаете что сделаю я к этому видео сделаю вот такое название типа знаете ужесточение там бла-бла-бла для того чтобы она выходила в рекомендованных у тех которые из этого делают какую-то там спекулятивную новость поэтому значит не заранее предупреждаю потому что как бы наша задача состоит то чтобы до максимально большего количества людей донести что реально произошло вот вот собственно и все еще раз меня персонально это задевало бы если бы люди которые находятся в эмиграционном процессе пострадали или хотели бы эмигрировать пострадали если люди которые просто туристы они не страдают если люди которые хотят закосить обмануть там словчить и так далее ну и ради бога это их их проблем в конце концов ну почему им должно быть легко кого-то обмануть я не знаю так что я надеюсь что я более-менее по полочкам разложил но поскольку из жизненного опыта я знаю что самые простые вещи вызывают иногда невероятное количество вопросов ребята задавайте вопросы прямо в комментариях все все там и осветим хорошо еще мой совет 12000 посмотрела за два дня разговор со светланой каф и вы посмотрите вот буквально два видео назад значит у нас не разговор посмотрите там очень очень много вопросов в частности счастливо